США готовит раиры от беспилотников. Ближайшей осенью военно-морские силы Соединенных Штатов собираются испытать перспективные беспилотники, предназначенные для радиоэлектронной борьбы. БПЛА нового типа станут фактически продолжением более сложных платформ РЭП. Dash X Это складной беспилотный аппарат 2-го-класса, производимый компанией VX Aerospace способный находиться в воздухе более 10 часов и нести полезную нагрузку для радиоэлектронной борьбы. Сложные платформы радиоэлектронной борьбы, такие как EA-18G Crowley ВМС США вскоре смогут запускать целые раи малых БПЛА, позволяя небольшим аппаратам проводить передовую разведку средств радиолокационного обнаружения и, возможно, даже принимать участие в электронных атаках на цели, подавляя сенсорные сети противника. Концепция является частью проекта, известным как Remedy, над которым ВМС США работают с компанией Northrop Grumman. В рамках этой программы небольшой беспилотный аппарат 2-го класса, разработанный базирующийся в Северной Каролине компанией VX Aerospace, будет упакован в контейнер для кассетных боеприпасов, который в ходе выполнения миссии будет сброшен с материнского корабля и проведет разведку по заданному маршруту. БПЛА такого типа гораздо сложнее обнаружить из-за размера и малой скорости, он может приблизиться к радиопеленгующим станциям, а с соответствующей начинкой подобная система может либо выступить в качестве постановщика помех, а также проникать в командные системы противника для выполнения кибератак. С момента первого раскрытия информации о технологии в 2017 году программа двигалась вперед семимильными шагами. Dash X прошел испытания, в ходе которых операторы на борту испытательного самолета Northrop Grumman вели БПЛА, используя его для охоты и обнаружения электронных целей. Этой осенью корпорация собирается перейти к следующему этапу испытаний, расширив при помощи нового аппарата возможности EA-18G, ГРАУЛА, главного борца с системами ПВО ВМС США. В.Н.Г. Уверены, что концепция развития концепции будет утверждена, так как среди явных преимуществ служит повышению живучести пилотируемых платформ в зонах боевых действий. Northrop Grumman уже работала с ВМС США над проектом по подключению EA-18G к единой базе данных. Теперь этот проект будет расширен за счет включения в сеть других летательных аппаратов. Это позволит работать всем в зоне конфликта работать в единой команде. Однако пока испытания не будут включать запуск беспилотника, запущенного с ГРАУЛЕРа. Вместо этого он взлетит с земли и приземлится на нее же. VX Aerospace Пока продолжает развивать систему контейнерного катапультирования аппаратов используя тактический распределитель боеприпасов, прозванный компанией отелем, который должен обеспечить небольшому БПЛА выживаемость при экстремальных температурах и маневрах до, во время и после выпуска. Разрешение на полет для модифицированного носителя и последующие испытания являются новым этапом дорожной карты после доказательства возможности интеграции программного обеспечения. Когда это произойдет, пока неизвестно. Ожидается, что самолетом-носителем для беспилотника РЭП может стать Super Hornet. Также в качестве дополнительных носителей БПЛА рассматриваются БПЛА и другие летательные аппараты, такие как P-8, Poseidon или вертолеты. Справка. Министерство обороны Соединенных Штатов делит БПЛА на пять групп по оперативным параметрам. Второй класс беспилотных аппаратов представляет собой машины весом от 9 до 25 килограммов, рабочей высотой до 1050 метров и скоростью до 250 узлов.